Для чего Франции нужна интервенция в Украину? Каково реальное состояние ее армии? И как на все это может ответить Россия? Об этом мы и поговорим в данном видео. Но для начала хочу напомнить тебе, что на Бусти специально для подписчиков продолжают выходить эксклюзивные видео. К примеру, на днях я рассказал о том, какой может быть санитарная зона у границ России и какие силы и средства для создания ее понадобятся. Ссылка в описании под видео. Ну а теперь погнали! В последние несколько недель президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений о возможном вмешательстве западных стран в военный конфликт на Украине. Париж может ввести свои войска, если российская армия будет иметь на фронте значительные успехи. Правда, далеко не все члены НАТО были согласны с таким решением. Существует множество разных версий, почему такие воинственные заявления начали поступать. От того, что Франция просто пугает российское руководство, до того, что интервенция войск НАТО действительно готовится. Но все же нельзя обойти вниманием еще одну интерпретацию событий. Возможно, Франции просто нечего больше дать Украине, кроме обещаний натовской пехоты на украинской земле. Поэтому есть огромный соблазн отправить свои войска на Украину. Желание воевать руками украинцев у западных правителей никуда не пропало. Но им уже становится страшно от осознания дальнейших перспектив. Самым эффективным способом остановить Россию на нынешних рубежах может стать ввод войск НАТО на Украину. Ну или хотя бы нескольких стран из Альянса. Дело все в том, что никакими единичными экземплярами супероружия ситуацию на фронте не переломить. Нужна именно пехота, обученная и мотивированная. И вот именно этот кризис все больше нависает над Украиной. Пока же, несмотря на взятие Авдеевки и некоторое продвижение россиян на Донецком и Запорожском направлениях, говорить о каком-либо масштабном наступлении не приходится. Ибо позиционный тупик никуда не делся. А раз русских войск не будет в Одессе, значит и войск НАТО не будет на Украине. С другой же стороны, нельзя исключать небольшую вероятность того, что украинская оборона может в каком-либо месте резко посыпаться уже в этом году. Если, конечно, отлов людей на улицах с целью пополнения армии будет недостаточно эффективным. Киеву сейчас крайне необходима пауза по средствам переговоров. Если дать украинской армии передохнуть хотя бы полгода, она полностью восстановится и россиянам придется ломать оборону с самого начала. В свете грядущих событий давайте взглянем на реальное состояние сухопутных войск Франции. Вооруженные силы Франции являются одними из самых крупных и развитых в Европе. Причем их общие показатели во многом зависят именно от сухопутных войск. Стоит сразу заметить, что они в основном заточены для защиты интересов страны за рубежом. Общая численность вооруженных сил превышает 200 тысяч человек. Около 115 тысяч из них несут службу именно в сухопутных войсках. Их основой является 1-я и 3-я механизированные дивизии. Остальное — это подразделения разведки, связи, тыла, материального обеспечения и боевой подготовки. Армейская авиация представлена одной вертолетной бригадой с тремя полками. Противовоздушная оборона включает всего один полк, так как основные ее задачи возлагаются на авиацию. В общей сложности французская армия имеет более 400 танков типа «Леклерк». Из них в стрейвых частях находится лишь 215. В некоторых ситуациях задачи танков должны решать колесные «АМХ-10». Их всего около 250 единиц. Парк транспорта для пехоты включает около 4 тысяч различных бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Артиллерия в основном представлена самоходными системами в количестве около двух сотен экземпляров. Основным ее образцом является 155-мм самоходная гаубица «Цезарь». Имеются и американские реактивные системы залпового огня М270. Ударные возможности армейской авиации представлены вертолетами «Тигр» двух основных модификаций. Таким образом, сухопутанные войска Франции являются одними из самых многочисленных и хорошо оснащенных в Европе и имеют соответствующий потенциал. Все упирается только в производство снарядов и ракет. Да и те же крайне дорогостоящие танки «Леклерк» производить сложно. Так что при серьезных боевых столкновениях их вряд ли хватит больше, чем на полгода. Также стоит отметить, что война на Украине показала, что даже крупные европейские армии имеют недостаточный размер. Так и насколько далеко руководство Франции может зайти в интервенции на Украину? Принимающим решение в НАТО необходимо держать в уме ядерный потенциал России в качестве самой явной и прямой угрозы. Зайти в Украину и не спровоцировать ядерную войну – задача непростая, но выполнимая. Просто для ее реализации нужно очень много времени. Если брать вариант самый радикальный, то французские подразделения могут постепенно интегрироваться в вооруженные силы Украины, а не сразу большими колоннами пересекать границу. Это позволит пехоте потихоньку привыкать к реалиям позиционной войны, но при этом не провоцируя резкую реакцию Москвы и французского общества. Таким образом, через пару лет мир проснется и даже не заметит, как на фронтах воюют уже целые бригады некоторых стран НАТО. Мотивация этих военнослужащих – это тема отдельная, и вряд ли она будет на высоте. К тому же будут проблемы взаимодействия разноязычных подразделений, хотя даже это лучше, чем ничего. Менее радикальным вариантом возможно замещение украинских пограничников, что стоят на границе с Белоруссией и странами-союзницами. Это поможет Киеву высвободить и отправить на фронт около 200 тысяч человек. Не исключено, что второй вариант может постепенно перетечь в первый. Ну и третьим и пока самым вероятным сценарием станет отправка обслуживающего персонала для современного вооружения, типа авиации, дальнобойных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. А также, естественно, разного рода инструктора и волонтеры. В любом случае, по мере ожесточения событий на фронтах, украинской армии будет требоваться все большая вовлеченность солдат и офицеров НАТО. Рано или поздно линия боевого соприкосновения в прямом смысле засосет западные войска. А украинское командование сделает все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее. Хотя процесс будет аккуратным и почти незаметным. И как же тогда Россия может ответить на ввод французского контингента в Украину? Одним из ответов могло бы стать обострение обстановки на африканском континенте. Там у России имеется ЧВК «Вагнер», африканский корпус по линии Министерства обороны и различные заинтересованные в сотрудничестве с Москвой местные силы. Вполне возможно атаковать французские военные базы и иностранный легион. Вторым и, пожалуй, самым очевидным ответом станет поражение французских войск везде, где бы они не разместились. Будь то в Одессе или же на границе с Белоруссией. Российская авиация вполне может познакомить иностранцев с воздействием корректируемых авиабомб и ракет. Но тут стоит понимать, что французские войска в любом случае притащат с собой системы противовоздушной обороны в большом количестве. Потому наносить по ним удары будет гораздо сложнее. Вероятная же работа натовской авиации, скорее всего, приведет к резкому расширению зоны боевых действий, так как России придется атаковать военные аэродромы в Польше. Что ж, пришло наконец время сделать выводы. Учитывая, что евроатлантическая направленность внешней политики Франции предполагает курс в фарватере Соединенных Штатов, делая Париж в лучшем случае младшим партнером Вашингтона без получения серьезных преференций, говорить о Франции как о великой державе не приходится. Внешняя политика Парижа последних десятилетий способствовала закреплению страны на вторых отнюдь не лидирующих позициях, в том числе и в урегулировании региональных кризисов. Из всего вышесказанного следует, что самым разумным сценарием появления французских войск на Украине является их размещение на территории страны в качестве миротворцев в тыловых районах, вне зоны досягаемости российской артиллерии, в рамках неких соглашений с Киевом о гарантиях безопасности. Сложно себе представить, что это произойдет в период активных боевых действий, но и сценарий прямой войны между Россией и Францией исключать не стоит. Не забудь при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!